Доброе утро! Левицкий Дмитрий, программа «Сфера обслуживания» Финам-ФМ. Сегодня вторник. Продолжаем наши еженедельные беседы на тему обслуживания. Сервис на компании, которая оказывает нам сервис. Сегодня будет тема специфическая, которой каждый из нас сталкивается, особенно в жарко-летний отпускной период многие сталкиваются. Говорить сегодня будем про авиакомпании, авиабизнес, авиаперевозчиков, тех, кто нас с вами возит к местам теплого отдыха, особенно в летний период. Вот как раз сейчас собираюсь отправиться. Будем говорить сегодня про авиакомпании. Почему и как в России устроен этот бизнес, где что хорошо, где что не очень хорошо. С радостью представляю моих сегодняшних гостей. Любовь Тропимова, директор по продажам и маркетингу авиакомпании «Сингапур Аirlines» в России. Любовь, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за приглашение! Ага. Максим Побережник, генеральный директор онлайн-агентства авиакасса.ру. Добрый день! Да, здравствуйте, Максим! Здравствуйте! Я попрошу гостей в двух словах представиться, рассказать о себе чуть-чуть, да, откуда вы в вашей компании, ну, тем, кто вдруг никогда не слышал о том, где вы работаете, чтобы было тоже нашим радиослушателям понятно. Любовь, ну, давайте с вас тогда и начнем. Ну, я являюсь директором по продажам и маркетингу авиакомпании «Сингапурские авиалинии» в России. «Сингапурские авиалинии» — это иностранный перевозчик, который пришел на российский рынок не так давно, мы только шесть лет на российском рынке. Ну, достаточно успешно, потому что бренд раскрученный, все знают, все хотят попробовать, что это такое. А куда летаете? Мы выполняем рейсы из Москвы в Сингапур, далее через Сингапур стыковки по всей Юго-Восточной Азии, все экзотические острова, Ланкави, Барнео, где белый песок, там Монада, черный песок, Австралия, Новая Зеландия. И также мы из Москвы летаем в Соединенные Штаты, Москва-Хьюстон, прямой беспосадочный рейс. И прилетаем сразу в Хьюстон, в штат Техас, и оттуда очень хороший разлет уже и по всем Соединенным Штатам, и по всей Латинской Америке. Ага, хорошо, спасибо большое, Любовь, Максим. У меня уже слюнки потекли. Ну, ты про песок, да? Сразу хочешь взять наушники и уже с самолета лететь отсюда. Меня зовут Максим Побережник, я генеральный директор и совладелец онлайн-агентства aviakass.ru. В этой компании я работаю два года. Сама компания существует около пяти лет, но я пришел в эту компанию для того, чтобы развивать онлайн-бизнес. До этого работал директором по маркетингу бывшей авиакомпании SkyExpress, первого и последнего в России низкобюджетного перевозчика с 2007 года по 2010. Ага, то есть вы трудились тоже внутри компании, да, занимались ее там продвижением. Да, я был директором по маркетингу, но я много занимался, в том числе и сервисом, и продвижением, и всем, что связано с пассажирами. Угу, понятненько. Ну, давайте разбираться, да. Как мы тут говорили до эфира, я в чистом виде пассажир, к этому бизнесу отношения не имею, но пассажир частый, да, то есть я летаю действительно много, бывало еще 2-3-4 перелета в месяц у меня бывает, и за последние годы я налетал там огромное количество миль. Ну, первое, что там, да, нас как пассажиров волнует, это стоимость билетов. Билетов, да, стоимость билетов, первое, что мы там каждый раз говорим, когда прилетаем из Европы, особенно когда есть возможность попутешествовать по Европе или по Америке полетать, то сравнивая ценники на перелеты у нас и говоря о том, сколько это стоит там, ну, конечно, все там ужасаются, это первое, что бросается в глаза. Цена на услугу авиаперевозчика, она, в общем, в России достаточно высока, вот в целом, да, в среднем. Вот хотелось бы понять, да, вот в чем там суть да дело. Ну, понятно, что там сейчас мы можем углубиться в политические, экономические всякие эти нюансы, но если надо, давайте тогда и углубимся, чтобы люди понимали, почему, черт побери, там можешь за 100 баксов перелететь там из страны в страну, рядом находящуюся, а у нас за 100 баксов ты можешь только вот дойти до самолета, по большому счету, и оплатить парковку за пару дней в аэропортах. Ну, давайте, кто начнет, Любовь, давайте вы, да, вот ваши ощущения, почему так это происходит? Почему так происходит? Да, вы знаете, вот правильно вы сказали, что вы относитесь к авиабизнесу на бытовом уровне. Дело в том, что большинство, большинство наших слушателей относятся точно так же к авиабизнесу, не совсем понимая различия между авиакомпаниями, да, уже мы стали образованными, мы знаем разные бренды автомобилей, да, знаем, что это подешевле стоит, это стоит подороже и за что мы платим деньги. Но в авиабизнесе еще мы мало разбираемся, мы только ищем по стоимости, правильно вы сказали. Это правда. Мы ориентируемся на стоимость, мы еще не знаем, за что мы действительно платим, да. Когда мы начнем, вот спасибо вам за приглашение, за то, что вы разрешили нам высказать свое отношение к авиации. Дело в том, что когда начнет народ разбираться, что вот здесь это стоит столько, да, здесь я плачу больше, но я получу гораздо больше, да, там различные существуют авиакомпании на рынке, и цены тоже различаются так же, как в марках автомобилей. Конечно, на лоу-кост это должно стоить дешевле, да, потому что там меньше сервиса. Если компания полного сервиса, естественно, билет будет дороже. И, конечно, цена на билет, она зависит от спроса на рынке. И чем больше конкуренция, тем меньше становится цена, но здесь, опять-таки, демпинг ни в одной отрасли не приводил ни к чему хорошему. Поэтому все должно быть, услуга должна быть, действительно, ценность ее должна быть такой, какая она предоставится потом пассажиру. Вы знаете, мне вот один мой знакомый, Амир Иканец, который тут, да, он говорит, что в России вот, может быть, не очень высокие, не то, что прямо там глобальные какие-то высокие цены. В России, условно говоря, цена такая же на многие вещи не обязательно в авиаперевозке, как там в Америке, но то, что ты получаешь за эти деньги в России, несопоставимо с тем, что ты получаешь за эти же деньги в Америке, например. То есть ты получаешь больше сервис, больше комфорта, больше условий. В России ты платишь ту же сумму, но получаешь совсем мало. Максим, вы что скажете по поводу цены формирования? Вы так лукаво смотрите, сейчас, наверное, что-нибудь скажете. Давайте начнем с того, что мы, россияне, не привыкли платить за сервис. Да, да, согласна. Но надо приезжать по себе. Но хотим его получать, да. Но хотим его получать, да. Поэтому, когда мы сталкиваемся с пятизвездочными авиакомпаниями типа Сингапур Airlines, Emirates, Qatar Airways и другими авиакомпаниями, мы не понимаем, почему они стоят дорого. Но один раз пролетев, мы немножко чувствуем разницу. Но мы должны понимать, как правильно сказала Любовь, есть различные марки автомобилей, есть различные авиакомпании. Но, может быть, в России авиакомпании пока не очень хорошо выбрали свой сегмент потребителей. И потребители точно в России не знают, какая авиакомпания должна стоить дешевле, какая стоит дороже. Ну, по ощущениям, может быть, S7 должен стоить дешевле, и Transair может быть дешевле. Ну, с моей точки зрения, к потребителям. Несмотря на то, что Transair изо всех сил пытается стать очень дорогой авиакомпанией, тем не менее, по уровню сервиса, может быть, она еще пока этого не достигла, но она идет куда-то. Ну, и Aeroflot, наверное, должен стоить дороже, потому что новые воздушные суда, повышенные требования к безопасности полетов. Все-таки Aeroflot очень много сделал с точки зрения безопасности за последнее время. Достаточно хороший уровень сервиса, потому что авиакомпания может себе позволить. У нее есть деньги, в том числе и пролетные деньги, которые Сингапур Airlines платит Aeroflot. Сейчас какая-то своя тема пошла. Подождите, подождите секундочку. Давайте к вопросу ценообразования-то вернемся. Вот вы очень хорошая тема затронуете, люди не понимают, что, сколько должно стоить. Вы знаете, ну, я... Вот что должно для покупателя, для пассажира, да, быть действительно очевидно ощутимым? Ну, я понимаю сам самолет, да, когда я захожу... Дмитрий, давайте вот пойдем сразу в лоу-кост тогда уже. Да, и с лоу-коста начнем, и будем понимать, что лучше. Вот когда я лечу из Мадрида в Барселону и обратно, я лечу не из Мадрида в Барселону и обратно на низкобюджетные авиакомпании. Если я выбираю авиакомпанию Raneiro, могу купить билет за 39 евро или даже за 19 евро в обе стороны, я лечу из аэропорта, который находится в 70 километрах от Мадрида, в аэропорт, который находится в 100 километрах от Барселоны. Так. И поэтому я плачу, в том числе, поэтому я плачу 39 евро. И нужно понимать, что в этом случае авиакомпания не платит, возможно, ничего этому аэропорту за взлёт, посадку и навигацию, а аэропорт платит авиакомпании RunAir для того, чтобы RunAir стимулировал пассажиропоток через эти аэропорты. И в этом случае пассажир имеет возможность купить билет за 39 евро. Но кроме того, что ему будет неудобно лететь из этого аэропорта, потому что он достаточно далеко от города находится, нужно как-то туда ещё добраться на автобусе или на такси, заплатить ещё 150 евро за такси. Нужно понимать, что у RunAir, вот здесь, в отличие от многих российских авиакомпаний, очень жёсткое сегментирование. И все пассажиры понимают, что их могут пнуть стюардессы на борту самолёта. Они понимают, что они там не получат ни еды, ни воды, возможно, что им не дадут сходить в туалет, но они смогут... Ну, вы сейчас жестите совсем, на самом деле. Ну, у RunAir такое позиционирование, она самая галтелая европейская низкобюджетная авиакомпания, зато она во время распродаж даже за 9 евро билеты свои продаёт. И пассажиры понимают, что их вот там согнали как стадо по секторам прямо во время посадки, рассадили на места, не дают вставать и так далее. Но зато можно долететь за 19 евро. И в этом случае европейцы готовы принимать уровень сервиса, вот такой, то есть его полное отсутствие, но лететь за 19 евро. Вот вопрос теперь. Если россиянин, который хочет лететь из Москвы в Санкт-Петербург, полетит из Калуги в Петрозаводск за 1000 рублей, вот он готов будет полететь из Калуги в Петрозаводск? То есть доехать до Калуги, а потом из Петрозаводска до Санкт-Петербурга? Ну вы сейчас маханули с Калугой-то и Петрозаводском. На самом деле, ну у нас аэропорты находятся тоже как бы не в центре города, и до них ещё надо доехать, и порой это не очень просто. Я понимаю, но... Пусть это не 100 километров, но сколько до Шарика там, ну километров там 20-то, наверное, есть. До Шереметьево около 10 километров, до Домодедово около 20 с небольшим, до Внуково тоже около 10 километров от МКАДа. Ну Внуково уже на территории Новой Москвы со вчерашнего дня находится. Внуково в центре Москвы. Хорошо, слушайте, давайте сейчас после новостей продолжим вот эту историю. Интересно, да, как это всё формируется, новости на МФМ. Левицкий Дмитрий, сфера обслуживания. Говорим сегодня про авиаперевозки, что нам ожидать за наши деньги, когда мы становимся клиентами авиаперевозчика. Любовь Трофимова, директор по продажам и маркетингу авиакомпании «Сингапур Аирлайнс». Здравствуйте ещё раз, Любовь. Максим Побережник, генеральный директор онлайн-агентства «Авиакасс.ру», в прошлом директор по маркетингу «Скай Эспресс». Правильно я всё понимаю? Доброе утро. Доброе утро. Ещё раз. Итак, вот что формирует цену, да? Ну, на самом деле, вот вы правильно говорите, за 9 долларов, хотя я, ну, я не летал, наверное, за 9 долларов, да, но когда я летаю там за 100 евро, там, из того же Мадрида, в ту же Барселону, да, или там, из Праги, вот там мы летали очень много в разные там места. Ну, пусть это стоит 100 евро, но это несоизмеримо, опять-таки, с нашими ценами, чаще всего, но никто нас там стадом не считает. Может быть, там нет какого-то суперкомфорта или чего-то, но при том двухчасовом перелёте, который есть, то есть с тобой будут вежливы, никто тебя пинать не будет, да, тебе ничего особо не предоставят, наверное, ну, тебе, там, аккуратно, получше, чем на многих наших авиалиниях тебе отнесутся чисто по-человечески, да, там, ведь наш же человек, вы говорите, он не способен воспринимать сервис, там, или, да, он там, или, как вы сказали, там, не хочет платить за сервис, но он, почему не хочет, потому что он очень быстро начинает сравнивать, сколько я плачу там за какой сервис, сколько я плачу здесь за какой сервис, да, я... Ну, я думаю, что мы пока просто вообще за сервис не привыкли платить, потому что мы пока не видим ценности в сервисе, мы просто к этому не привыкли. Но если немножко отойти от сервиса и попробовать выяснить другие причины, почему у нас дороже, чем у них, то давайте посчитаем, россияне в среднем летают, ну, это статистика неофициальная, приблизительная, 0,4 раза в год средний россиян летает. Европеец летает 4-5 раз в год, американец летает 7-8 раз в год, то есть в 20 раз больше, чем россияне. Поэтому российским авиакомпаниям намного тяжелее заполнить воздушные суда на 100%, и средний по году коэффициент заполняемости кресел на российских авиакомпаниях, ну, наверное, можно оценить от 65 до 75-80% максимально. Это вы говорите про разного формата. Это я про среднюю загрузку говорю. Я не знаю, Любовь, подтверждаете эту цифру, нет? Ну, я не знаю загрузки на российских компаниях, но я могу говорить о том, что какая загрузка на иностранных судах, ну, вот, в принципе, мы же не летаем внутри России, да, поэтому здесь разные сегменты, наши внутренние перевозки и международные перевозки, да, это совершенно, наверное, разные сегменты. И опять-таки говорить о том, сколько летает человек за границу, да, на иностранных перевозчиков, по нашим подсчетам, это два раза в год. Ну, да, наверное. А мы, как бы, немножко разные рынки. Вот, ну, заполняемость судов, конечно, где-то порядка 70-80%. Ну, и кроме того, Россия сама вот по климатическим условиям находится, практически вот вся страна, она очень жестко, поскольку климат такой достаточно сложный в России, поэтому россияне летают в основном летом, не летают совсем с ноября по середину декабря, потом не летают с середины января по конец апреля и начинают вот с начала мая где-то летать по конец сентября. Почему? Ну, потому что некуда лететь. А куда они летают все вообще? Ну, а куда они летают? Нет, это вы говорите. А куда лететь летом? Летом хочется улететь вообще нафиг, понимаете? Да, все правильно. Летом хочется улететь нафиг, поэтому, например, люди из Мурманска, вот основной пассажиропоток в Мурманске строится с марта по май, люди вылетают из города вместе с детьми в среднюю полосу России, на юг и куда-то в другие страны. И возвращаются с августа по октябрь. То есть в январе и в середине лета они практически не летают, потому что летом они уже где-то, а в январе, ну, у них отпусков нет, как правило, вот все отдыхают вот в летние месяцы и стараются вывезти детей своих на 2-3 месяца. Вот так, например, пассажиропоток строится вот в таком достаточно северном городе. Ну, и во многих российских городах пассажиропоток, вот внутренний, по крайней мере, он такой. На международных линиях не так, да? Ну, это совсем, да, на международных линиях совсем не так, конечно, тогда бы нам пришлось только летать в Новый год и майские праздники. Нет, конечно, мы выполняем рейсы 10 раз в неделю, поэтому с хорошей загрузкой, чем очень гордимся. Но у нас сегментирование рынка, о чем мы сейчас говорили, вы говорите о рынке отдыха. То есть это лэжа трафик такой, который именно в России еще вот очень зависит от сезона. Эта сезонность наблюдается выше гораздо, чем во всех других странах мира. А если говорим о других сегментах, у нас же летают и бизнесмены. По бизнесу это огромная часть наших путешественников, это люди, которые летают по бизнесу и в Сингапур, и в Юго-Восточную Азию, и в Хьюстон. И также есть другие сегменты. Есть и моряки, которые постоянно работают, которые, да, там смена, смена крю там не зависит от сезонов никаким образом. И много других сегментов, которые позволяют загружать рейсы иностранным перевозчикам постоянно. Ну, то есть я, например, летаю очень много по работе, по бизнесу, как раз летом я не летаю никуда по работе, отдыхать и все. А там сезонные, про которые вы говорите, как бы низкие, да, в Мурманск, если я попаду, то это будет не летом, это будет, скорее всего, как раз в те месяца, когда вы называете, да, я поеду туда по работе, по делу. Да, и в такую, я уж не знаю, там действительно у нас туристический трафик выше, чем бизнес-трафик, я не знаю, там, да? Ну, если уж говорить о вот сегментах для путешествий, в России, ну, наверное, во всем мире есть три причины для путешествий. Это вот бизнес, лейжа и по личной необходимости. То, что касается бизнеса и личной необходимости, они, конечно, ну, меньше объема перевозок, наверное, чем лейжа-трафик. Ну, опять же, потому что россияне летают не так часто. Мы, давайте сейчас не будем вот брать Москву, как вот центр России, потому что в Москве поведение потребителей совершенно другое. Потому что москвичи многие каждые выходные просто летят куда-нибудь в Европу или куда-то... Многими я бы не назвал, но есть, конечно, и такие. Ну, есть много таких людей, которые там в любой сезон, в любое время года готовы это делать. Слушайте, давайте так, мы чуть-чуть сбились с темы, а говорили про ценообразование, да? Вот нам, ну, понятно, что я вас тут в сторону увел. Вот, Максим, вы стали говорить, да, по поводу того, что за 9 евро меня там стадом созвали. И я думаю, что лечу из Мадридов в Барселону, а на самом деле ничего подобного, да? Вот, из соседства, между маленькими городками я там пролетел. Я хочу понять, понятно, что, да, сегментация авиаперевозчиков в западной практике, она очень понятная. Да, она очень традиционная там для любого бизнеса. Есть лоукосты, есть премиум и так далее. Почему в России такая сегментация не происходит? Вот вы же правильно очень начали говорить с самого начала, да, что в глазах обычного рядового потребителя, что С-7, что там, да, что Трансайра, что, не знаю, там, Уральские авиалинии, что, не знаю, там, что-то Красноярские авиалинии, ну, куча всего, да? Ну, то есть мне, когда там предлагают билеты, я не вижу большой разницы. Вот я много летаю, но я не могу, да, большую разницу увидеть между Трансайрой и Красноярскими авиалиниями. Я ее не понимаю. Я могу единственное, что увидеть, это качество судна самого, да, вот само, как бы, сам самолет, когда я захожу, типа, ну, все, понятно, там, да, какой-нибудь там, да, кошмар Air Lines, там, вот, все понятно, да, потому что, ну, вот я вижу, что у меня там вываливаются полочки, вываливаются. Вот это единственное, что я могу оценить. Сказать, что там, ну, одежда стюардесс, да, что я могу, питание бортовое, да, ну, вот самые такие вещи, которые, ну, я не могу уже питаться на борту, честно сказать, я уже просто не могу. Я иду до космонавтов, я, ну, летаю, не могу это есть уже вообще. Даже сам в лучшем интерпретации, да. Но, по большому счету, может ли оправдывать это, вот, да, там, чистая форма стюардесса и чуть-чуть лучшая еда в этой коробочке, стоимость, там, в разницу в билете, там, в 5-6 тысяч рублей, там, да. Ну, мне кажется, многовато, нет? И от такого расслоения я к чему начинал. Вот почему в России его нет? Дмитрий, а вы когда-нибудь летали на Virgin Airlines? Ни разу не доводилось, но я хочу попробовать. Вот люди, которые один раз прилетели на Virgin, а на других авиакомпаниях не летают, ну, или стараются не летать. И они, я встречал таких людей в Лондоне, которые даже в Россию не могут себе позволить прилететь, потому что сюда Virgin не летает. А почему они не летают, кстати? Там отчаянный этот Ричард-то может уже... Межправительственное соглашение. Уже есть на линии Лондон-Москва 4 авиакомпании, ну, наверное, теперь уже 3 авиакомпании. Может быть, кстати, у них есть возможность туда попасть, на эту линию. Ну, межправительственное соглашение, которое регулирует количество перевозчиков и нижний уровень цен для авиакомпаний, которые обслуживают из России и в Россию международные перевозки. Ну, у нас закрытое небо, у нас нет пока открытого неба. Есть открытое небо фактически между Россией, наверное, и Америкой, можно сказать, и между Германией. Более-менее открытое небо. Все остальные страны, как правило, летают одна авиакомпания из России и одна авиакомпания с другой стороны. Есть несколько стран, где летают по 2 авиакомпании. Это вот Германия, там даже больше, чем 2. Есть Англия туда летает по 2 авиакомпании, есть Испания тоже летает по 2 авиакомпании. Все остальные страны практически по одному перевозчику работают на воздушной линии. Это тоже обуславливает какой-то уровень цен, потому что из-за закрытого неба в России перевозчики... Ну, глупо было бы между собой не договориться об уровне цен, правда? Ну, и глупо, наверное, снижать сильно эту стоимость перевозки, если всего работают 2 перевозчика. И, как правило, они выполняют друг за друга рейсы. Поэтому, ну, вот этим все и обусловлено. Поэтому здесь вопрос больше кросс-авиации. Почему мы, наконец, не откроем небо, не дадим возможность российским перевозчикам конкурировать наравне с иностранными? Может быть, это уровень сервиса повысит. Ну, почему мы поддержим автоваз? Ну, потому что есть надежда, что когда-нибудь у нас будет хорошо. Хотя как раз все наоборот должно быть. Вы абсолютно правы. И чем быстрее ты откроешься границы, тем быстрее наши начнут чесаться. Пока ты их не откроешь, что чесаться? Все они не придут. Ну, так а что, Virgin-то? Что такого там будет, что я прям раз полечу и больше не полечу? Ну, вот вы слетаете и тогда расскажете нам. Я тоже не летал на Virgin. Так я вот и хочу разобраться. Ну, давайте поговорим. Любовь нам расскажет, что такого будет, если я сяду в Сингапур-Аirlines, что я пойму, что я больше никуда не сяду в жизни. Вот, я думаю, что вы, наверное, не летали просто еще с сингапурскими авиалиниями. Вспоминаю сейчас. Один раз летал в Азии, между кем-то и кем-то. Короткий перелет, наверное. Да, я летел из Гонконга в Китай. Дело в том, что, правильно, если один раз полетишь на хорошей авиакомпании, нам просто, да, давайте, вы расскажете после новостей нам, хорошо? Доброе утро. Левицкий Дмитрий из сферы обслуживания. Третья часть «Марлезонского балета». Говорим сегодня о авиаперевозчиках, о том, что мы получаем за наши деньги, покупая билет на самолет. И вот прервались на том, что хотели воздать хвалу Сингапур-Аirlines. И Любовь говорит, что нам, вот если мы полетим с сингапурскими авиалиниями, то мы забудем обо всем. Да, ну-ка давайте-ка, удивите-ка нас, удивите-ка нас, да. Да, постараюсь сейчас удивить. Дело в том, что если человек пролетел, да, вы сказали о Верджине, но, к сожалению, их нет в Москве. И, к счастью, сингапурские авиалинии есть в Москве. Здорово. Да, пожалуйста, вы можете воспользоваться нашим сервисом. И, кстати, цены, да, как вы правильно сказали, общее мнение существует, что сингапурские авиалинии – это очень дорого. Это не совсем так. Ну, есть ощущение, что это дороже. Не очень дорого относительно. Это должно быть дороже, потому что мы предоставляем действительно уникальный сервис. Ну-ка, вот давайте-ка. Представьте себе, вы садитесь в самолет, совершенно новый, на борту пахнет свежесваренным кофе. Свежесваренный кофе даже в экономическом классе. Кресло, скажем, в среднем по гражданской авиации есть такие тенденции увеличивать количество кресел для уменьшения цены. В сингапурские авиалинии ведут себя по-другому. Мы убираем кресла. 70 кресел убрали из экономического класса. У нас каждое кресло шире стандартного на 5 сантиметров. И расстояние между креслами больше. Правильно, вы летите 10 часов. Это не маленький перелет, о котором мы говорили, Бурселон и Мадрид. Это перелет 10 часов или 12 часов до Хьюстона. Человеку должно быть комфортно. Он должен прилететь и сразу же отдыхать или сразу же работать. А стюардессы обслуживают все на уровне глаз. Все вас поприветствуют, дадут вам горячие салфетки, раздадут меню. Меню, кстати, от шеф-поваров. Вот у меня немножко ваше мнение о бортовой кухне задело. Потому что в сингапурских авиалиниях с 2001 года существует барокамера в Сингапуре в самом. В барокамере созданы такие же условия, как на высоте 10 тысяч метров. И там опробуется все новое меню. На нас работает 8 лучших поваров мира. И там же подбираются вина. Напитки на морду неограничены. Стюардессы бы умеют дать все рекомендации. Они навыки сомелье получают на тренинг-курсах. Могут порекомендовать к вашему меню, какое лучше вино выбрать сегодня. И все это за 9 долларов. Нет, нет, конечно, это не 9 долларов. За 12 беру. Но тут надо понимать, что заплатив деньги... Во-первых, безопасная безопасность. Средний возраст наших самолетов, несмотря на то, что компания уже больше 65 лет, средний возраст 6 лет 2 месяца. Да, это безопасность. Мы даже выполнение, скажем, по расписанию не поставим в приоритет, если это касается безопасности. То есть безопасность для нас во главе угла. Если какие-то там, скажем, вулкан этот был, кто-то летал на свой страх и риск. Нет, мы лучше будем пассажиров здесь держать, их кормить, поить, в отеле разместим. Мы все это за счет компаний, но не полетим, чтобы ни в коем случае... Чтобы все было безопасно. Что еще на борту вы получите? У нас самые широкие мониторы в небе, в гражданской авиации, даже в экономическом классе. Развлекательная система на все возраста рассчитана, на все категории пассажиров. Я понял, Любовь. Все, достаточно. Достаточно, все понятно. Вам захотелось полететь? Подождите секундочку, я сейчас Максим хочу спросить, вы, честно, не ответите. Вот скажите мне, билет на такой самолет, насколько будет дороже, чем тот же самый перелет, например, нашим аэрофлотом, например? Вот мне кажется, что это некорректно сейчас сравнивать, потому что, еще раз, мы говорили до этого по межправительственное соглашение, и аэрофлот может выставить цену на эту воздушную линию такую же, какая стоит у сингапурских авиалиний. При этом уровень сервиса будет немножко другим. Совсем другим, не похожим на сингапурские авиалинии. Вы знаете, я вот сейчас не засчитываю аэрофлота, но, честно сказать, вот я в Владивосток просто сегодня улетаю, но не так плохо стало летать аэрофлотом в Владивосток, гораздо лучше, чем другими авиакомпаниями. А во Владивосток, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, там совершенно другой уровень цен, потому что государство поддерживает авиакомпании, которая летает на Дальний Восток, и вы посмотрите, что происходит, например, до Читы, до Читы из Москвы стоимость только растет, а после Читы она резко падает вот в Хабаровск, Владивосток и Петропавловск. Ага. Ну, то есть, получается такая странная история. Это дотация государства. Если вы говорите, что аэрофлот поставит такие же цены, как и они, то кто в нем будет летать-то? Никто в нем не будет летать тогда, если это будет такой же ценник, как и в Сингапуре. Ну, вы знаете, в России есть приверженцы бренда аэрофлот, и таких людей очень много, и они доверяют аэрофлоту, и есть наверняка люди, которые меньше доверяют сингапурским авиалиниям, потому что для них это менее известный бренд, и они всегда летают только аэрофлотом. Но они за коммунистов голосуют, да? Не обязательно. Точно так же, как есть приверженцы бренда UTR, есть люди, которые летают только на UTR, потому что им нравится еда на UTR, и они считают, что никакой другой еды, вкусной или борты не бывает. Давайте так, я все пытаюсь понять, и все никак не могу разобраться. Вот вы действительно описали две крайние возможности, вот две полярные ситуации на рынке, лоукост и пятизвездочный сервис. Почему, вот когда я смотрю на наш рынок авиакомпании, вот с этих двух полярных позиций, я понимаю, что у нас все одинаковые. То есть, они вообще все одинаковые тогда. Если, не зная вот этих границ, еще как-то можно различия найти, то понимая, что такое лоукост, что такое пятьзвезд, я понимаю, что наши все трехзвездочные, и топчутся на одном месте все. Плюс-минус. Давайте я скажу, почему с лоукостом проблема, а Любовь, наверное, скажет, почему с пятизвездочными авиакомпаниями в России проблема. Почему наши не могут рассредоточиться, почему наши не могут занять все разные ниши. Я бы с удовольствием выбирал, полетя в Владивосток, я бы выбирал и понимал, но я выбираю плюс-минус одинаковые цены, плюс-минус одинаковые авиакомпании, я выбираю больше по времени вылета и прилета, нежели по качеству. Потому что я понимаю, что будет одинаково. Да, у всех этих компаний плюс-минус будет одинаково. Ну, может, чуть лучше там Аэрофлот. Почему они не расслоятся-то никак? Почему никогда не может занять свою нишу-то? Ну, во-первых, наверное, пассажиропоток все-таки. Опять начнем с пассажиров. Пассажиропоток, потому что, например, город Кемерово, в котором я родился, в него летают всего две авиакомпании, Аэрофлот и С7. И всего у каждой авиакомпании один ежедневный рейс. Ну, уже есть выбор. Прекрасно, да. А, ёбан-нибудь, с утра оттуда вылетают. Тем не менее, все-таки пассажиропоток, несмотря на то, что он последние годы, после 1998 года, он стабильно растет. Ну, сейчас он растет на 10-11%, до этого рост на 20%. В ближайшее время будет расти в пределах 10-15%, но это рост такой не очень быстрый, но достаточно стабильный. Но, тем не менее, общее количество пассажиров, которые летают в России, не так велико. Поэтому общее количество авиакомпаний и людей, которые могут позволить себе инвестировать в этот бизнес и открывать новые авиакомпании, тоже не очень большое количество. Поэтому наши авиакомпании, я думаю, что пытаются сосредоточиться на каком-то среднем сегменте и перевозить тех пассажиров, которые есть, и не развивать новые сегменты. Но, если говорить про низкобюджетные авиакомпании, почему в России был SkyExpress и была авианова, и теперь нет ни того, ни другого. Казалось бы, самое, что нужно России, это вот именно оно. Да. SkyExpress на самом деле мог предлагать билеты процентов на 10-15 ниже, чем другие авиакомпании. Потому что в России, к сожалению, нет условий для создания низкобюджетной авиакомпании. У нас нет то, что я говорил, о вторичных аэропортов. Нет вообще никаких? Нет вообще никаких. У нас... Но есть неудобное время вылета, например. Есть неудобное время вылета, да. Как прям возможность экономить. Но, к сожалению, пока слоты даже в Шереметьево не так забиты, как в Хитроу, поэтому ночное время стоит столько, сколько дневное время, поэтому разницы тоже нет особо никакой. Но, кроме того, любая авиакомпания старается утилизировать свои самолеты постоянно, поэтому и ночью надо летать, и днем, по большому счету, надо летать. Поэтому надо забить все время для самолета, чтобы он как можно больше времени находился в воздухе. Это относится больше к низкобюджетным авиакомпаниям. И когда SkyExpress летал в России, у него была самая высокая в отрасли утилизация воздушных судов на уровне Ранейра. Утилизация – это не в смысле списать, а в смысле использования. Это в смысле использования воздушных судов в течение суток. На уровне 9, по-моему, с половиной часов в сутки каждый самолет находился в воздухе в течение одних суток. Кроме того, поставщики бортового питания, поставщики других услуг для авиакомпаний в России, как правило, монополизированы. Порядка 60% всех поставщиков, которые есть для авиакомпаний, они монополизированы. У нас невозможно выбрать поставщика, например, авиационного топлива, который понравится. Можно выбрать из одного или двух, которые есть в аэропорте. Других просто нет. У нас невозможно выбрать компанию для обслуживания воздушных судов. Вот есть авиакомпания, например, в аэропорте Внуково, ЮТЕР Техник, которая обслуживает Боинг, и другой просто нет. Ничего выбирать. То же самое касается поставщиков бортового питания. Но SkyExpress здесь пошел своим путем. Он вырастил, выкормил из своих рук поставщика бортового питания, и здесь ему было, конечно, легче. Что касается всего остального, вот услуги монополизированы. Аэропортов нет. Люди летают редко и иногда только. Ну, то есть в течение года нет стабильного пассажиропотока. Поэтому и существуют в России скачки цен из-за этого. Поэтому летом намного дороже летать, потому что загрузка воздушных судов больше 100%. И поэтому авиакомпании стараются держать высокий уровень цен зимой, когда и осенью, и в начале весны, когда пассажиропоток ниже, цены немножко ниже, чем летом. Но, тем не менее, вот нет поддержки государства в части создания инфраструктуры. И, наверное, самые большие финансовые затраты, которые есть у авиакомпании, и вот самый больной вопрос, это ввоз иностранных воздушных судов. Опять же, из-за автоваза, из-за того, что мы поддерживаем российские проекты, включая SSJ, есть достаточно высокие пошлины. Когда SkyExpress возил свои воздушные суда сюда, здесь пошлина была на уровне 40%, на ввоз воздушного судна, даже поддержанного, плюс НДС 20%. Поэтому стоимость воздушного судна возрастала на 60% по сравнению с той ценой, которую платили там. Поэтому SkyExpress ввозил бывшие употребления воздушные суда, не мог ввозить новые, хотя многие, практически все низкобюджетные авиакомпании во всем мире пользуются именно новыми воздушными судами, которые требуют меньшего обслуживания, у них меньше так называемых чеков, меньше нужно тратить времени на обслуживание, меньше тратить нужно на авиационные детали, на персонал и так далее. Поэтому вот здесь тоже, к сожалению, в России с трудом можно было экономить. Поэтому, когда компания столкнулась с тем, что разница в цене не такая уж и большая, а SkyExpress еще и не кормит, то получается, если включить стоимость борпитания в цену, получается, что цена приблизительно та же самая, как и у U-Air, например, S7 или Aeroflot. Поэтому многие потребители выбирали в пользу полносервисной авиакомпании, потому что цена на SkyExpress была не такая высокая. Поэтому SkyExpress и в том числе Авианова не смогли поддержать вот эту модель бизнеса и ушли с рынка. Слушайте, ну трагическая история. Да, но здесь я бы призвал, наверное, все-таки государство подумать над тем, как развивать региональные аэропорты, как развивать вторичные аэропорты, как развивать отрасль в целом и как заставить россиян летать. Ну, а заставить летать могут только низкие цены. Тут ничего заставлять-то не надо. На самом деле, я могу сказать, что, конечно, для меня... Я действительно очень много летал, и за последние лет 10 я много раз был в каждом удаленном городке нашей страны. Так получилось, по воле работы своей. Люди не знают, что за Уралом, за Байкалом, так вообще люди не знают, что такое Москва. Для них Москва уже... Их друзья не были в Москве, их родители не были в Москве. Для них уже... То есть для них уже Китай становится роднее. Ну, есть какая-то Москва там где-то, которая живет своей жизнью. А зачем мы в Москве? Я видел людей в Перми, достаточно успешных, руководителей крупных компаний, которые никогда в жизни не были в Москве. Ну, я вам, в основном, государство, вы говорите, это же важная вещь, это столица страны. Но здесь не только Москва, здесь и между городами нужно сообщение. В Штатах, как в автобусах, люди же есть от сети летают на самолетах. Это правда, это, конечно, и для экономики важно. Для экономики это очень важно. Конечно, авиасообщение – это один из важных составляющих экономики. Давайте после новостей погрустим об экономике России. Ну, пока послушаем, может быть, что-нибудь хорошее в новостях. Левицкий Дмитрий, сфера обслуживания – финальная часть нашей программы. Говорим сегодня про авиаперевозки, о том, что мы получаем за наши деньги. Но вот, к сожалению, получается такая история, что мы не можем получить, нет в России условий для того, чтобы рынок авиаперевозок сформировался прямо таким хорошим, конкурентным, с понятной сегментацией, с понятными игроками в разных сегментах от лоу-коста до премиум-класса. Ну, хотя вот премиум-класс, я так понимаю, что формируется, да? Формируется, конечно. Формируется, а кроме вашей авиакомпании, есть компании, работающие в данном сегменте? Ну, вы знаете, я не буду называть название компании, но очень хорошие, вот для меня, на мой взгляд, есть хорошие тенденции, потому что российские компании ориентируются на лидеров рынка. Ну, с гордостью скажу, что сингапурские авиалинии, они всегда были в лидерах, да, всегда предлагали много нового для пассажиров, в том числе, между прочим, сингапурские авиалинии первыми стали раздавать питание горячее на борту, первыми предложили развлекательную систему во всех классах обслуживания. И вот российские компании, следуя за лидером, видно, что они обращаются. К нам обращаются к российские компании для того, чтобы стюардессы российские тренировались в тренинг-центре, да, ну, это невозможно в нашем тренинг-центре, но тренер, действительно, тренер обучал стюардесс российских авиакомпаний для того, чтобы повысить уровень сервиса. Так что очень скоро мы увидим премиальных перевозчиков в России тоже. Ну, на самом деле, я сейчас догадаюсь, наверное, что это за авиакомпании. Есть авиакомпании, которые идут, стараются очень сильно идти и развивать премиальный класс. Это, в первую очередь, наверное, Transair, которая вела свой первый класс под названием Imperial, да. UTR развивает бизнес-перевозки активно, ну, и Aeroflot, конечно. Ну, вот, наверное, Transair, а больше других, наверное, стремится стать такой необычной авиакомпанией, потому что они эконом разделили на две части, есть премиум-эконом, есть обычный эконом, который сзади возле туалета сбоку, наверное, не полки, но зато самый дешёвый. Вы говорите про разделение в рамках одного самолёта. Я про разделение в рамках одного самолёта, но, тем не менее, всё равно авиакомпания, видно, что стремится перевозить бизнес-пассажиров. Она не предлагает все услуги для вот эти вот премиальные и бизнес-услуги для пассажиров всего самолёта, но хотя бы старается очень сильно много сделать для пассажиров первого и бизнес-класса, потому что невозможно за небольшие деньги предоставлять услуги хорошего качества для всех пассажиров, и Transair это понимает, но для бизнес-класса она старается сделать очень много, и я думаю, что в ближайшее время станет одним из лидеров, и, может быть, будет больше делать тогда и для пассажиров экономического класса, потому что всё упирается в экономику, всё упирается в деньги. Если пассажиры готовы платить за это, как пассажиры сингапурских авиалиний, например, то если пассажиры Transair смогут платить чуть больше даже в экономе, но за больший уровень сервиса, я думаю, что Transair будет предлагать и для всех пассажиров какие-то услуги. Ну а захотят? Ваши прогнозы, из чего мы начинали программу, звучит не очень оптимистично, в плане того, что наши не хотят платить за сервис, наши хотят... Ну я думаю, что нужно время. Ну пока, наверное, не хотят. Нужно время, конечно. Сколько же надо времени-то? Ну, 10, 15, 20 лет, но мы всё равно к этому придём. Но раньше 20 лет назад не было никакого сервиса. Порой чувствуется, что мы ненадолго продвинулись в этом вопросе за последние 20 лет. Нет, уже стали оценивать. На самом деле, ответ на этот вопрос Максим дал в самом начале, что при частоте полёта 0,4 в год, конечно, ну то есть я требую сервис, но в следующий раз он мне потребуется через 2 года, поэтому там, да, этот трос, он, конечно, если бы это был магазин, в который хожу каждый день, тогда это происходит быстрее, а если в этой отрасли контакт с гостем, с пассажиром происходит столь редко, то, конечно... Ну давайте ориентироваться больше на так называемый средний класс, который сейчас в России и в том числе в регионах активно растёт, и он будет потребителем хорошего сервиса, и для него будут предоставлять хороший сервис, в том числе авиакомпании российские на российском рынке. Ну не надо забывать, что иностранные перевозчики есть, и всё больше и больше. Мы сейчас в такое время хорошее живём, как-то я хочу оптимистической ноты добавить, да, вы помните, вы правильно сказали. Так у вас там вообще всё хорошо, у вас там кофе пахнет в салонах, что у вас, конечно, оптимистическая нота, а мне калинки некуда девать, понимаете, а у вас там кофе пахнет, ну и что? Что я хочу добавить? Вы вспомните, 20 лет назад у нас же не было вообще никакого выбора, а сейчас, ну, какой-то выбор уже есть даже между российскими городами, а уж если мы берём какие-то страны далёкие, там, скажем, Австралию, туда много достаточно перевозчиков иностранных, высокого качества летают. Здесь мы уже можем выбрать не только по цене, но и потому, что мы хотим, чтобы нам на борту предоставили. Так что счастье, оно есть и в российском рынке. А что бы вам не заняться нашими внутренними перевозками? Возите нас. Росавиация. Пока Росавиация в настоящее время не позволяет иностранным перевозчикам летать между городами Российской Федерации. Открыт только один город для посадки для иностранного перевозчика. Ну, например, чешские авиалинии летают во многие города России, они летают, например, в Екатеринбург, наконец, стали летать в Новосибирск, им до 3 года не давали это сделать, но они из Екатеринбурга и Новосибирска забирают пассажиров и летят в Чехию. Они не могут с посадкой в Москве, например, из Екатеринбурга в Москву, а потом в Чехию. Не могут. Они могут только сразу улететь за пределы. Понятненько, понятненько. Ну, как всегда, да? То есть, вот, получается, это палка о двух концах. Вот вы говорите, должна быть российская поддержка на уровне правительства, так оно и поддерживает вроде как может, да? Чтобы наши собственные росли. Нет, ну, чтобы наши развивались, да? На самом деле, наверное, это неплохо, но иногда мне кажется, прости, Аэрофлот, мне кажется, что это поддержка больше в сторону Аэрофлота. Но, с другой стороны, в отличие от АвтоВАЗа, всё-таки видно, что что-то меняется в Аэрофлоте. Вот про Аэрофлот могу сказать, да, меняется. Да, очень-очень сильно меняется. Я полечу сегодня в Владивосток, и там будет, может быть, не самый большой монитор с игровой приставкой, но будет какой-то телевизор, и будут какие-то там развлекательные программы, и всё такое, то есть это всё уже там появляется, да? Я не знаю, там, дойдём ли мы до уровня, когда у нас интернет будет на борту. У вас есть уже, нет? Интернет на борту. Ну, у нас была возможность электронной почты пользоваться на борту, но услуга не была востребована. Да что мы? Видимо, мы были, да, мы были первые. Сейчас же какие-то авиакомпании уже делают там, да, где-то, что можно интернет? Делают, да. Да, делают. На борту уже. Я летал Emirates и сделал 38 попыток позвонить. Вот 37 было неудачно, и в одном случае я поговорил где-то секунд 20, и выключил всё. Ну, это было мобильной связи. Отвратительный сервис. А у нас, может быть, нет, а у нас будет возможность, мобильная связь, возможно, на борту, но при этом мы же думаем, концепция отдыха на борту, она так и будет поддерживаться в сингапурских авиалиниях. Вы сможете отправить смс-ку, но вы не сможете позвонить и принять звонок, чтобы не беспокоить никого на борту, когда люди отдыхают. Я думаю, что это совершенно правильно, да. Потому что на длительных перелётах, когда какой-то рядом бизнесмен начинает вести свои дела, в течение часа громко говорить по телефону, наверное, это на комфорте всего самолёта скажется не очень хорошо. Поэтому многие авиакомпании и не продвигают эти услуги сейчас. Я понял вас. Хорошо. Слушайте, давайте про персонал поговорим. Всё-таки, ну, как ни крути, персонал лицо же, да. И я не вижу там всего остального, кто там проводит всякие чеки или как вы там назвали, когда там обслуживание всякие и всё такое прочее. Я всех этих людей не вижу. Я вижу стюардессу. И она зачастую отражает политику лоукоста. В любой авиакомпании, которую бы ты ни нашёл, она явно пришла из лоукоста. Школа стюардесс у каждой компании свои, да, или как это, и как учат сервису, и учат ли сервису. Да, ну, давайте, возможно, любовь рассказать, как у них всё обалденно там происходит. Вообще, как они берут людей, срывают грядок от личных стюардесс. Это моя любимая тема. Я даже не сомневаюсь. Представляете, да. Я опять буду сравнивать только с гражданской авиацией. В среднем по гражданской авиации обучение стюардесс проходит в течение 7 недель. 7 недель для многих авиакомпаний, да, это среднее, гораздо ниже бывает иногда. Но сингапурские авиалинии обучают стюардесс в течение 15 недель. Они у вас глупенькие? Нет, они у нас умеют, и на борт... Они могут даже в экстренных ситуациях спасти пассажиров вот в своих узеньких платьях. В тренировочном центре есть трапы надувные, которые спускаются в бассейн с генератором волн. И вот на этих волнах они спасают пассажиров, обучаются в форме своей. Они обучаются походке специальной. Вы не обращали внимания, как ходят наши стюарты? Ну, я абсолютно не так часто летал, чтобы запомнить стюардесс. Их обучают даже искусство причесок и макияжа. Это все должно быть в одном стиле сделано стюардесс. Макияжи должны быть все одинаково накрашены. И только четыре цвета в макияже доступны. При этом они обучаются все языкам, потому что компания международная, у нас уже 98 направлений по всему миру. В том числе будем изучать... Вот планируется, что в скором времени уже русский будем изучать, потому что мы успешны достаточно на этом рынке. Пора вводить русский язык. Что еще можно рассказать? Они получают навыки сомелье. Они раскладывают то, что приготовили шеф-повара. Они разогревают его отдельно. И раскладывают так, как по книге, как по картинке, которую шеф-повар придумал. То есть это полностью и ресторан еще на борту. А что еще умеют делать наши стюардессы? Они умеют... Их обучают неповторимому искусству обслуживания на уровне глаз. Вы никогда не увидите взгляда сверху, когда вас... Да, извините. Никогда не спросят, что вы будете. Извините, этого нет. А как же, курица или мясо? Нет. Это ваше не умеет? Нет. Все в меню написано. И они вас только спросят, что же вы будете есть. И принесут вам именно то, что вы хотите. То есть они особым голосом говорят, извините, осталась только рыба. Вот всегда поражалось. Я просто часто беру места в хвосте. Я говорю, часто летающий. И действительно, вот Максим говорит о том, что многие рейсы не загружены. И я все время прошу места в хвосте. Есть шанс, что ты там будешь лежать. Или не будет соседей. Но вот это единственное издержание, что остается только рыба. Я каждый раз там сидел, все равно в хвосте. Думаю, неужели сложно? Ну, они же каждый раз там, да? Вот они знают, что все равно останется рыба. Но, видимо, потом они нам отчеты сдают, все съели как бы. Поэтому я в этот раз заказываю столько же мяса, столько же курицы и столько же рыбы. И все равно рыба остается. Ну, я все равно не ем. Ну, я тоже, скажем, как простой пассажир. Я в своем совершенно согласна. А вот как представитель сингапурских авиалей не могу сказать, что мы тщательно анализируем спрос и пытаемся загрузить столько мяса, сколько нужно. Но самое главное про тренинг-центры. Вы представляете, что сингапурские девушки – это же символ, это образ… Да-да. Да, это бренд сингапурских авиалиний, не только авиалиний, но и самого Сингапура. Их даже называют сингапурские девушки. И с 1968 года, когда этот образ был создан Пьером Бальменом, между прочим, впервые форма в национальных тонах была создана именно у сингапурских девушек. Даже в музее Мадам Тюсо есть фигура сингапурских девушек. Да что вы говорите? Да, в 1993 году это первая коммерческая фигура была в музее Мадам Тюсо. А что самое главное? Вы же обращали внимание, какие они красивые? У нас некоторые пассажиры, особенно мужчины, они когда видят девушек, они просто их вызывают для того, чтобы они рядом походили. Просто посмотреть на них. А почему так происходит? Потому что их отбирают на конкурсах, на телевидении, на конкурсах красоты. И девушка, первый этап собеседования, на нее одевают форму. Если форма сидит, то она может пройти дальше на собеседование. Отлично. Ну, к сожалению, пора нам заканчивать. Заканчивается время нашего эфира. Говорили сегодня о авиаперевозках. В гостях у меня были Любовь Трофимова, директора по продажам и маркетингу авиакомпании Сингапура Airlines, где пахнет кофе на борту. Да, спасибо, что были с нами. И Максим Побережник, генеральный директор онлайн-агентства авиакасса РУ. Спасибо, Максим, за ваши комментарии. Очень интересный получился разговор. Услышимся. Левицкий Дмитрий из сферы обслуживания Финам-ФМ. До свидания. До свидания.